Это программа День с толком, студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. По максимуму в следующем году тарифы ЖКХ в Алтайском крае вырастут на 15,5%. Врачам и фельдшерам скорой помощи доплату из федерального бюджета. Краевые депутаты готовят очередное обращение. Не только поставить чип, но и получить паспорт на питомцев. Как пройти процедуры маркировки и регистрации собак, которые станут обязательными со следующего года. И какой штраф ждет нарушителей. Барнольцам и бейчанам специалисты рекомендуют в ближайшие дни меньше находиться на улице. Причина – сильный смог над городами. Так называемый режим черного неба ввели накануне и продлится он до 16 часов 29 ноября. В региональном гидромедцентре рассказали, в течение трех суток в регионе продержатся неблагоприятные для рассеивания вредных примесей условия. В этот период люди могут чувствовать першение в горле, головные боли, а также раздражение глаз. Особенно это касается больных бронхиальной астмой. Власти городов рекомендовали предприятиям временно сократить выброс веществ в атмосферу, а медики – горожанам меньше гулять и не проветривать помещение утром и вечером. До сегодняшнего вечера, а именно до половины девятого, не будет холодной воды у жителей четырех улиц Бурнаула. Специалисты водоканала устраняют сразу две аварии – на Партизанской – 138, а также на улице Ясная – 6. Под отключением попали пять домов на Партизанской, несколько административных зданий на энтузиастов, детский сад на Ядренцево и несколько домов на улице Ясная. Ну а накануне специалисты водоканала несколько часов устраняли масштабное повреждение на сетях на Павловском тракте. Под отключение попала треть населения Бурнаула, а это почти 150 тысяч человек. В связи с аварией даже вводили режим повышенной готовности. К слову, устранили повреждения довольно оперативно, и воду основная масса населения получила еще накануне вечером. Тарифы ЖКХ резко вырастут в 2025 году в Алтайском крае. С июля следующего года они увеличатся на 15,5%. Это почти в два раза больше, чем в Горном Алтае. Выше показателей в Сибири только у Кемеровской области, сообщает «Сибирский экспресс» со ссылкой на портал нормативных актов. Повысить тарифы в Кузбассе планируют почти на 20%. На втором месте наш регион, на третьем – Красноярский край, рост на 15%. В то время как в той же республике Алтай всего на 8,8%. Добавим также, что месяц назад спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал Алтайский край за недоработки в сфере ЖКХ. Парламентарий отметил, что, в частности, несмотря на рост цен, качество услуг в нашем регионе остается на стабильно низком уровне. Желающих зарегистрировать своих питомцев в крае становится больше. За последние несколько недель своих собак на чипирование привели больше сотни барнаульцев, рассказали нашей съемочной группе в Управлении ветеринарии. Но как будет проходить процедура, которая со следующего года станет обязательной в нашем регионе? Сколько она стоит и почему специалисты советуют не затягивать с ее прохождением? В следующем сюжете. Может запищать, может дернуться, вы фиксируете. Тася и Мухтар теперь, можно сказать, официально зарегистрированы. Речь идет, конечно, не о брачном союзе, а о чипировании. С января следующего года эту процедуру обязаны провести владельцы для своих собак, всех без исключения пород. В одной из государственных барнаульских ветклиник за последние несколько недель чипировали и зарегистрировали больше сотни четвероногих. Процедура платная. У нас в государственной вместе с внесением в базу это стоило порядка 600 рублей. Мы сейчас ведем такой льготный период. У нас, условно говоря, уже две недели мы уже работаем. И до 1 марта 2025 года мы будем чипировать в районе где-то 140 рублей. Цена демократичная, говорят в управлении ветеринарии. Все для того, чтобы желающих к чипированию питомцев было больше. Пока регистрировать животных можно в ветеринарных клиниках Барнаула, но эта процедура неудобна для жителей отдаленных городских поселков. В управлении нашли выход. Мы будем выезжать непосредственно в какой-то поселок. Нам либо предоставят место для проведения этих мероприятий, либо мы из машины будем отрабатывать. И для тех, кто действительно далеко тяжеловато добираться, такую помощь окажем. Мера хорошая, но одной ее явно недостаточно, говорит руководитель приюта «Ласка» Софья Куликова. Важно сделать вот этот технологический процесс максимально простым. Если он будет максимально простым, то, конечно, и количество зарегистрированных будет намного больше. Зачастую цепную собаку с частного сектора где-то привезти сложно. Если сам медврач придет, то, наверное, это будет намного проще. И, наверное, это будет намного результативнее, потому что пришел, увидел на цепи, будь любезен, зарегистрируй. Провести чипирование возможно и в частных клиниках. В последних, правда, дороже. И здесь сведения о собаке не внесут в общую базу данных. Регистрация питомца возможна только в государственной клинике. Именно она уполномочена вести специальный реестр животных. Чтобы и вашу собаку, в том числе уже чипированную, в другом месте внесли в него, нужно попасть на прием либо в порядке живой очереди, либо записаться онлайн. Правда, последний способ станет возможным только со следующего года. Систему онлайн-записи пока еще тестируют. Тем не менее, специалисты призывают владельцев собак не откладывать чипирование и регистрацию питомца в долгий ящик. Тем, кто этого не сделает до июля следующего года, ждет штраф от трех до пяти тысяч рублей. Елена Кузовкина, Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. Обращение в правительство России по выплатам медикам скорой помощи готовят депутаты Краевого ЗАГСобрания. Оно не первое, очередное. Напомню, в июне Краевой парламент уже обращался к федеральному правительству с просьбой восстановить справедливость в отношении медицинских работников скорой. Ведь неврачений фельдшеров этой службы не оказалось в списках тех, кому была положена индексация новых федеральных выплат. Несмотря на то, что инициативу алтайских парламентариев поддержали в 31 регионе страны, в правительстве России решение по-прежнему не принято. Сейчас регионы сами из местных ресурсов изыскивают возможность поддержки сотрудников скорой. Работники скорой помощи относятся по программе госгарантий к тем, кто получает из программы госгарантий через ОМС. То есть бюджет не вправе ввести расходы на эту категорию. Поэтому мы сейчас, понимая эту ситуацию, еще раз готовим обращение правительства, взаимодействуем с органами власти всех наших соседних регионов, и в том числе и всей России, говоря о том, что этот шаг необходим и нас поддерживает. Со слов Владимира Лещенко, в службе скорой региона трудятся полторы тысячи человек. И выплата-доплата этой категории – прежде всего вопрос социальной справедливости. Важно, чтобы сотрудники скорой увидели, что государство их поддерживает. Депутаты КЗС надеются на положительные решения со стороны правительства России, но в то же время и Минздрав, и профильный комитет КЗС, и профсоюз медиков продолжают искать решения по этому вопросу, изучая возможности регионального бюджета. Потенциальные варианты находятся на согласовании с федеральным центром. Вячеслав Франк снова выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Бурнаула. Он уже подал документы на участие в конкурсе. Нынешний глава города стал первым из кандидатов, кто это сделал. Комиссия ведет прием бумаг до 11 декабря. Выбрать кандидатуру главы собирается уже 30 января. Напомним, Вячеслава Франка избрали на пост мэра города в 2020 году. Его полномочия истекают в феврале 25-го. Порядка 200 земельных участков в Республике Алтай стали площадками для незаконного турбизнеса. Гостиницы, глэмпинги, базы отдыха – все это на землях сельхозназначения. Борьба с таким предпринимательством в регионе была усилена. По поручению главы Республики Андрея Турчака, для наведения порядка в землепользовании создана межведомственная рабочая группа. Потеря бизнеса, снос объектов и крупные штрафы. О том, как идет работа с недобросовестными предпринимателями – в материале далее. Мест больше нет, как и стен, окон и крыши. Еще один участок на берегу Катуни возвращают в первоначальный вид. Эти земли предназначены исключительно под сельхоздеятельность, точнее – пасеку. Но по факту владелец решил сделать здесь свой собственный бизнес. Открыл базу отдыха и сдавал домики туристам. Налоги не платил. Факт нарушения был выявлен во время рейдов сотрудников земельного контроля. В октябре уже с решением суда пришли судебные приставы. Сейчас решение у нас – два судебных решения на 11 домов. Один на Анучино, один на Сафроново. Вот это Сафроново. Один из домов вот эти все. 11 домов под снос, а вместе с ними и все сопутствующие постройки. Такой же неприятный момент пришлось пережить и владельцу базы по соседству. Мало того, что собственник земли незаконно ведет здесь предпринимательскую деятельность, так и сам объект был построен без разрешения. Коммуникации тоже подключены нелегально. Решение суда не обсуждается, а исполняется. Заместитель председателя правительства Республики Алтай Александр Прокопьев лично контролирует этот вопрос. В ходе судебно-технических экспертиз было выявлено, что туристические базы Алтай-Эковилледж и Манжурок РФ построены на землях сельхозназначения. Постановление суда о сносе данных объектов вступило в законную силу и сегодня под контролем Федеральной службы судебных приставов приводится в исполнение. Напомню, что в случае выявления нарушений мы предоставляем возможность полной легализации. Такая мера, как снос объекта, принимается только в случае отказа работать в правовом поле. Всего в Республике Алтай выявлено около 200 объектов сельхозземель, где ведется незаконная туристическая деятельность. Лишь часть собственников добровольно начали процедуру приведения в соответствии с законом имеющихся документов. По остальным из них составлены материалы. Их передают в правоохранительные органы. Недобросовестных предпринимателей ждут серьезные санкции от крупных штрафов до сноса объектов и потери бизнеса. Юлия Цапко, Кристина Чернова, Илья Питков. День с толком. Стали известны первые последствия недавнего крупного пожара в Бурнауле. По сообщению Министерства промышленности и энергетики края, от огня на Павловском тракте 323 серьезно пострадала в основном одноэтажная пристройка, которую сдавали в аренду. А ущерб основного пользователя здания предприятия спецобъединения, в котором изготавливают спецодежду и обувь, оказался невелик. Швейная фабрика, раскроенный комплекс, машины, помещения не пострадали. Ремонтных работ требует лишь часть оборудования. При этом все рабочие места в компании сохранены, отмечают в Минпроме. Напомним, пожар на Павловском тракте начался в обед 24 ноября. Площадь составила 6000 квадратных метров, а ликвидация заняла сутки. В тушении участвовали больше 200 пожарных, несколько десятков единиц техники и пожарный поезд. Причины возгорания все еще выясняют, но по сообщению МЧС, на территории были емкости с горючими жидкостями. Судя по данным системы 2ГИ, с которым вторым объектом по этому адресу, значится компания-дистрибьютор масел, смазок технических жидкостей и фильтров. На Павловском тракте располагался склад организации. Победители выбирают потребители, точнее 22 тысячи потребителей. Таким масштабным стал четвертый сезон премии «Народный знак качества». Это премия для самых любимых жителями компаний Барнаула и Края в самых разных сферах. Число участников в этом году тоже побило рекорд. Жители Края номинировали почти 600 компаний. Кому же люди оказали наибольшую поддержку, расскажем далее. Лучшие в своей сфере и любимые жителями. Попасть в топ такого рейтинга хотели бы все компании, тем более, когда лучших выбирают сами потребители. В Барнауле прошел финал четвертой премии «Народный знак качества». Бизнесу сейчас вообще в принципе тяжело продавать. У нас огромная конкуренция. Мы живем в эпоху информационного шума, когда из каждого утюга рассказывают нам об услугах и товарах. И вот сейчас очень важно, чтобы бизнес именно проложил вот эту дорожку к сердцу. А это вот через такие премии и делается. Бизнес-ФМ Барнаул и региональный информационный АМИК – организаторы проекта. Отмечают с каждым годом активность жителей, заявляющих любимые компании, только растет. В 2024-м номинировано почти 600 организаций со всего края. Качество, выполненные заказы в срок, сложные заказы, которые другие не могут взять. Завод мы уже с давней историей, уже давно существуем, но в таких мероприятиях еще ни разу не были. Мы занимаемся производством трав, чаев, хобби для мужчин, самоконаварения. И у нас более такой народный бренд, можно так сказать. То есть он и девушки, и женщины, и мужчины, все участвуют в этом. Что приносит им удовольствие. Отсюда и обратная связь. В проекте было 16 открытых номинаций, где свой выбор делали жители, и 4 специальных, где решения принимали эксперты и организаторы. Жители, и так голосующие рублем за ту или иную компанию, с удовольствием голосовали сердцем. В этот раз победители определяли 22 тысячи жителей края. Конечно, много способов для того, чтобы оценить застройщиков, проретинговать. Парадные метры, объем строительных работ. Ну, конечно, здесь народная любовь, не конкуренция. Несмотря на напряженную борьбу за народную любовь, участники философски относились к соперникам. Барнов такой город, что нет здесь большой конкуренции. Мы все соратники, мы все друзья здесь. Общение, общение. Бизнес должен пересекаться, бизнес должен делиться впечатлениями. Бизнес должен показывать, что он жив, что он действует, что он работает. То, что в крае мы сегодня проводим такие конкурсы, позволяет нашим компаниям подтверждать еще раз качество, полезность и то, что наши продукты всегда будут лучшими на столе у наших потребителей. Судя по истории проекта, в следующем году участников премии должно стать еще больше. Ведь она подтверждение народной любви и показатель правильности развития своего бизнеса. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Два миллиона туристов ежегодно посещает Алтайский край. 75% из них – путешествующие на автомобилях. Задача принимающей стороны – создать для гостей максимально комфортные условия, чтобы у туристов было желание вернуться. Автомобильный туристический маршрут по дороге в Биск с этой точки зрения может быть примером. Его инициировали компания «Роснефть» и управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности и презентовали в рамках международного туристского форума «Визит Алтай». Больше 70% туристов нашего региона путешественники на авто едут в предгорье Алтая, в Денисову пещеру, в природные парка, в заказник «Лебедины» и другие известные места. Сегодня государством перед нами всеми поставлена задача по развитию автотуризма и всех сопутствующих составляющих и дорожной инфраструктуры, и придорожной, и сервиса, и нам ее необходимо выполнять. В крае уже делают уверенные шаги в этом направлении. К примеру, в рамках круглого стола презентовали 200-километровый маршрут по дороге в Биск с посещением нескольких знаковых мест. Это Барнаул, дальше Косиха с музеем Роберта Рождественского, затем музей второго космонавта Титова и, наконец, по самой красивой дороге, Чуйскому тракту, у которого есть свой музей, отправятся в Биск. Теперь на протяжении всего маршрута туристы смогут чувствовать себя комфортно, благодаря тому, что маршрут разработан не в одиночку. Мы привязали эти локации к ближайшим автозаправочным станциям Роснефти. И как раз в том числе и в этом есть та коллаборация, о которой мы говорим с точки зрения совместного маршрута. На протяжении маршрута расположено 4 автозаправки Роснефти. Автомобилисты давно знают, что сейчас АЗС – это не только топливо, но и магазины, а также сопутствующие услуги. Туристы могут здесь не только перекусить, но и приобрести местную алтайскую сувенирку. Напитки алтайских брендов, сладости, кедровые орехи. Иван-чай, футболки, магниты. К тому же все это в круглосуточном режиме. Описание маршрута и его знаковых мест можно найти на сайте Туристского информационного центра Алтайского края. Ну а тем временем разрабатывается еще один совместный маршрут, который обещают запустить в мае 2025 года. Какой именно, обе стороны пока держат в секрете. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев. День с толком. Для фестиваля единоборства «Алтай. Земля. Сильных. Битва. Чемпионов» в спортивной федерации края продолжают готовить бойцов. На этот раз наша съемочная группа съездила к каратистам, чтобы узнать, какие тактики подготовили они для предстоящих схваток. Подробнее далее. Всестилевое карате – один из семи видов спорта, который будет представлен в декабре на фестивале единоборств «Алтай. Земля. Сильных. Битва. Чемпионов». Для выступлений подобрали двух лучших бойцов – чемпионов мира. Никиту Лосенкова и Кристину Найденову. Соперников мы подбирали, скажем так, принципиальных, интересных, действующих спортсменов. У Кристины будет Милана Имамалиева девочка. Они неделю назад сражались в финале чемпионата мира. Поэтому у них будет, скажем, такой реванш. Поэтому посмотрим, как получится. А у Никиты будет Егор Масенков, спортсмен из Санкт-Петербурга. Один из самых титулованных спортсменов в сцелевом карате, в принципе, за практически последние годы. Соперники серьезные, но ребятам давно известные. Поэтому наши спортсмены уже разработали тактики боя. А участие в сборах с основной командой России помогло закрепить технику. Эта битва для меня принципиальная, потому что я перехожу в новый вес, а он там чемпион. Он работает больше на дистанцию, работает руками и очень хорошо бросает. Поэтому я буду работать на дистанцию. Соперница моя будет из ДНР, има Малиева Милана. Мы с ней очень часто на каждой соревновании встречаемся. Спортсменка высокого уровня. С ней будет интересно посоперничать. Я думаю, она будет работать первым номером. Руки-ноги. Будем работать на контратаке, скорее всего. Несмотря на то, что бои на фестивале будут похожи скорее на показательные выступления, поскольку полноценной сетки нет, борьба ожидается ожесточенная. Как минимум из-за тысяч взглядов, которые будут прикованы к поединкам. Цель какая? То есть, во-первых, показать наших лучших бойцов. Показать их не только здесь, в Барнауле, а шире предоставить. Потому что будет анонсироваться это и на матч «Боец», и на матч ТВ. Нам хотелось, чтобы они были известны, как у нас, так и за пределами края. Помимо все стилевого карате, будут косики, а также другие единоборства. Панкратион, дзюдо, кикбоксинг, рукопашный бой, бокс. Победителям поединков будут вручены интересные призы. Какие? Организаторы пока держат в тайне. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Продолжение следует...